Молчанов и каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Также я напоминаю, что полным ходом идет набор на онлайн-курс сценарий полнометражного фильма в нашей сценарной мастерской. Если вы хотите научиться писать сценарии, если вы хотите стать профессиональным сценаристом, если вы хотите сделать это с нами в нашей сценарной мастерской, то проходите по ссылке в описании, подайте заявку и займите место на курсе, пока его не занял кто-то другой. Так, ребят, я вышел чуть-чуть пораньше. У нас вчера были проблемы с трансляцией. Скажите, пожалуйста, кто сейчас смотрит в прямом эфире? Я вижу, народ уже там потихоньку подключается. Что со звуком? Какой звук? Нормально ли звук идет? Нормально ли идет картинка? Напишите в чате, чтобы я успел, если опять начнутся проблемы со звуком, перезапущу трансляцию по-другому. Так, жду. Пишут. Отличный звук, отличная картинка. Ну все, супер, тогда договорились. Попробуем так продолжить. Не очень все-таки стабильно вот эта система. Трансляция работает, но, к сожалению, другие не лучше, поэтому. Так, вроде все неплохо. Но у вас, мне кажется, тем не менее, да, несмотря на то, что вчера у нас были какие-то сложности, мне кажется, что мы прям интересно, хорошо с вами поговорили. Давайте пока напишите в чате, кому удалось писать без перерываний. И какой результат, какие ощущения, что получилось, может быть, какие-то инсайты произошли, может быть, есть какие-то вопросы. Да, у нас вчера прям мне очень понравилось, да, у нас тут спонтанно на самом деле это не планировалось, но как-то вот триггернула тема магии. Это хорошо на самом деле, это заставляет думать. Но с другой стороны, триггерная тема, они очень часто вытесняют все, да, то есть я что, что я вчера сказал, что вы запомнили из того, что я вчера сказал. Я сказал, что магия – это интересная метафорическая система, да, что это мостик между мифом и религией, что ее стоит изучать. Так же, как, ну, если вы занимаетесь старителлингом, да, ну вот есть, не знаю, добротолюбие, например, да, пятитонное. Я считаю, что этот, как бы, сценарист должен прочитать такую книгу, да, то есть сценарист должен освоить это, да, то есть это важная-важная часть культуры. Да, есть Коран, тоже я считаю, сценарист должен прочитать, должен текст освоить. Есть Махабхарата, опять же, тоже я считаю, что сценарист должен освоить это все. Вот, но я прекрасно понимаю, да, что, да, что магия – это мостик между мифом и религией, да, и только вот в этом смысле ее стоит изучать. Да, я понимаю, что там кто-то услышал и скажет, о, Молчанов хвалит магию. Все, ебнулся, блин, окончательно, да. Кто-то скажет, Молчанов ругал магию, да, кто-то скажет, Молчанов сказал, что он маг, да, а кто-то придет и скажет, так, я маг. Кто такой Молчанов, расскажите мне. Важно, чтобы вы понимали, что работающее вещество в мифе, в магии, в религии, вот знаете, в медицине есть такое понятие – работающее вещество, активное вещество. Когда вам дают лекарства, и в лекарстве есть там сахарок, чтобы не горько было, да, там еще что-то подмешанное, да, и есть там какой-то сульфат магнификата, да, какой-нибудь, да, и вот этот сульфат магнификат, вот именно он производит там какое-нибудь жаропонижающее действие, вот. И вот это вещество, производящее действие во всех перечисленных областях человеческой деятельности – это старителлинг. И на самом деле в мире подробнейшее, внимательное изучение различных течений, различных направлений, да, оно, как бы, приносит мне все новое и новое этого подтверждения. На самом деле в мире есть только одна, единственная по-настоящему работающая магия, и это магия текста, да, вот были, арабское племя было в Саудовской Аравии, в нынешней Саудовской Аравии, на Аравийском полуострове, да, вот какие-то там мужчины на верблюдах ходили, финиками питались, по 8 фиников в день норма была на человека, и вдруг им взяли луч света сверху спустился, и Джабриил, Архангел Джабриил, он же Габриил, да, взял и продиктовал им книгу. Одну единственную книгу. Через 200 лет они завоевали весь обитаемый мир, вооружённый одной только этой книгой. Уберите историю непорочного зачатия из... Из христианства, да, историю распятия, ничего не останется. Работает только история. Более того, это верно и в других областях, потому что я много что изучаю, различные направления, опять же, человеческой деятельности, да, вот, например, политика. Давайте так, вот как вам кажется, даже не ваше мнение, да, а как вам кажется, кого в мире считают главным политиком XX века? Напишите в чате. Прямо сейчас. Так. Народ подключается. Кого в мире считают главным политиком? Может, вы можете считать, да, даже я не ваше мнение спрашиваю, да, а я спрашиваю мнение, вот что называется, общепризнанное. Какой-то средств. Получим. Да, вчера после эфира сходила в церковь, взошла 20 минут, слушала, шла служба, текст 3D. Кстати говоря, вот это, кстати, вот очень полезная штука, смотреть на те самые, смотреть на то, как устроены вот эти службы МЕСС. У Крыбачева есть шанс. Линкольн. 20 века. Линкольн в 20 веке жил. Джон Линкольн был политиком. Ой, прекрасный. Вот Светлана пишет. Черчилля вообще, это общепризнанно на кусочки суши Европа плюс США. На других другое мнение. Я абсолютно с этим согласен. Сейчас мы об этом поговорим. Черчилль. 20 века, очевидно, Путина. Вы, Владимир, погуглите, когда, в каком году Путин стал президентом? И как считаются века? Какой век у вас, видимо, в вашей системе измерений сейчас идет 20 век? Черчилля. На самом деле, общепризнанная, общепризнанная точка зрения, да, то есть да, мы можем сейчас отсюда из нашего времени переоценивая, да, говорить, что может быть Ленин больше сделал, может быть Сталин больше сделал, да, в России особенно такая переоценка происходит. Но в мире считают главным политиком 20 века считают Черчилль. Я, опять же, да, занимаясь и интересуюсь профессиональным старителлингом, естественно, я внимательнейшим образом читал не только биографии Сталина и там серии каких-то книг, посвященных Сталину, очень внимательно смотрел историю Черчилля, читал его мемуары, насквозь внимательно с комментариями читал, читал, десятки книг прочитал вокруг Черчилля. Вот, естественно, китайские политики меня тоже очень интересуют, я прочитал биографию Мао Цзэдуна, прочитал биографию Дэна Сяопина, да, ну, что-то там начал понимать о том, как там все работает. И вот, как бы, главный политик 20 века, да, Черчилль. При этом смотрим, а что он сделал. Ну, он, во-первых, устроил геноцид в Индии, потерял целую армию в Галлиполе, расстрелял корабли союзников-французов операция «Катапульта». В Дрездене сжег заживо десятки тысяч беженцев, женщин и детей, да. А самое главное, в результате своей деятельности он потерял страну, да, то есть империя прекратила существование, а то, что осталось, оно потеряло суверенитет и перешло под внешнее управление США. Об этом они сами, в общем-то, об этом многократно говорили. Был выпнут за такую работу при первой же возможности, на первых же выборах. Да, но при этом рассказал об этом замечательную историю, о том, как он замечательно воевал с Гитлером. И получил за это Нобелевскую премию по литературе, кстати. И после того, как он рассказал эту замечательную историю, его обратно вернули в премьер, и он ничего особенного не сделал, как премьер, но вот такую почетную какую-то ему предоставили, да, возможность. Почему? Потому что человек рассказывал истории, и он мастерски, он блестяще рассказывает истории. То есть, конечно, да, там, ну, о таких понятиях, как честь, совесть, да, об этом говорить бессмысленно, да, там, этическая оценка, например, операции «Катапульта», ну, о чем мы говорим? Этическая оценка бомбардировки в Дрездене, ну, вообще, я был просто в Дрездене и читал, естественно, бойню номер пять в Анегута, но в Дрездене на меня просто это очень сильное впечатление произвело, мы нас водили с экскурсии, показывали, где, что, как там происходило, это просто капец какой-то. Вот. Был ли получен ответ на вопрос Александра девушки по поводу скандинавского сериала про маньяк? Ну, нет, очевидно, нет. Кстати говоря, вот это тоже интересный вопрос. Как сделать уютным и приятным сериал про маньяк? За счет чего, за счет каких элементов это делается? Вот вам задание. Окей, хорошо. Значит, смотрим дальше. Вот тоже, если интересно, возьмите мемуары Черчилля и почитайте о каких-нибудь там конкретных фактах, как он оценивает тот или иной факт и как оценивать, например, современники, если почитать другие какие-то книги. И возникает такая многомерная картина, и мы понимаем, что на самом деле англичане далеко не были в восторге от, не от речей от его там и так далее, и так далее. То есть все гораздо сложнее, все гораздо интереснее. Но он силой своего литературного таланта, он смог поменять, да, он смог создать, будучи абсолютно неэффективным политиком, именно в смысле политика, да, то есть вот именно как политик, да, абсолютная неэффективность. То есть проиграл вообще все, что можно. И войну бы проиграл на самом деле, если бы Советский Союз не вступил. И проиграл бы вне всякого сомнения. Ну а вот, даже как бы, даже говорить не о чем. То есть если бы, как бы, не развернулся в нашу сторону, через три, через шесть месяцев все с Великобританией было бы покончено. Вот. И в итоге, опять же, посмотрите, Великобритания, чем она была до Второй мировой войны, она была империей. После Второй мировой войны она перестала быть империей. Осталась в формате содружества, да, как вот было СССР, стало СНГ, вот так же была британская империя, стало содружество государств. Да, конечно, там какие-то связи оставались, да, но в целом и с Великобританией, как мировым государством, глобальным государством, да, после этого, именно после его премьерства было покончено. Вот. При этом на Западе его репутация незыблена. Да, то есть он политик номер один, однозначно. Почему? Потому что человек целенаправленно занимался тем, что рассказывал историю. Вот. И мы знаем, мы знакомы только с его версией истории. И очень интересно посмотреть, да, то есть Западный мир, вообще он знаком только с его версией истории. Вот. Посмотреть другие версии истории, и это всегда очень интересно. Интересно смотреть непредвзято, да, то есть, допустим, там, ну, про Китай я ничего не знаю. Вот. И интересно посмотреть, почитать, да, как как у них все это происходило. как мало все происходило на самом деле как у дэнси опина все происходило на самом деле а вот это тоже очень интересно дальше бизнес любая крупная компания да то есть это в любой области она начинается не с продукта она начинается с истории как например coca-cola она начинается с чего она начинается с истории про то что за наличные где-то в аптеке был куплен секретный рецепт coca-cola был ли он куплен на самом деле я понятия не имеет вообще не важно как говорил им их накид томпсон герой сериала boardwalk empire он говорил никогда не позволяйте правде испортить отличную историю в тбилиси я однажды в ресторане в одном мы ужинали хороший ресторан очень и значит там официант подходит рассказывает каждому посетителю рассказывать историю о том что вот мы нашли книгу рецептов прошлого века там начало прошлого века 20 века какая-то книжка редких рецепт там более 200 крутых интересных старых рецептов и вот мы открыли ресторан и мы готовим по этим рецепт на вот и естественно да кстати очень вкусно да все все хорошо замечательно да ну я понимаю что вот эта книга это не приправа это еде да а это фундамент этой еды это фундамент этого рестора то есть на этой книге на этой истории при этом я понимаю что по большому счету но купили книгу рецепт господи да там в тбилиси можно выйти на блошиный рынок да и купить там 20 этих книг с рецептами за за 10 минут то есть ничего в этом такого редкого экстравагантного ничего в этом нет да но вот история как рассказано историю очень многие крупные компании у меня как бы видел я не стал читать книгу да ну увидел книгу название книги создавая религию про теслу протока то есть вы понимаете да то есть что такое тесла что такое автомобиль тесла да что такое завод тесла это монетизация блога илона маска да то есть это не завод по производству машин их не покупает не либо их покупает теслу покупать не для того чтобы на них ехать куда-то да потому что тесла это куча каких-то смыслов да то есть если у тебя есть тесла значит это там понты ты как бы продвинутый крутой чувак а вопрос как вы думаете друзья мои какой продукт современном бизнесе самый выгодный по отношению затрат к прибыли как вам кажется какой продукт сегодня в современном бизнесе в современном глобальном бизнесе самый выгодный по отношению затраты и прибыли это совершенно конкретный продукт который можно купить который вы можете купить который вы можете продать произвести выключатель нашли нет не нашел забыл евроцентризм рулит но на самом деле евроцентризм заканчивается уже история рассказывать уже много кто научился поэтому еще какой то вот одно поколение сменится которая воспитана на историях европейских и следующему поколению уже на это все будет наплевать инфопродукты инфобейс информационный маркетинговый марк говоря что такое мация продукт в пупкурли хорошие версии акции самый ходовой продукт сегодня в современном бизнесе это акции которые покупают за сумасшедшие деньги а для того чтобы произвести акцию что нужно сделать ну нужно рассказать акционерам историю о будущих прибыли и дальше они платят и в среднем большинство инвесторов большинство людей которые покупают акции они теряют деньги то есть зарабатывают в итоге там какой-то один процент людей которые делают на самом деле может быть там одну сделку в год так как уран баффет у него большая часть денег которые он зарабатывает это прибыль от акции кока-колы он купил под купил свое время подсуетился купил акции кока-колы и сидел на них то это время он не делает он не не ведет себя как трейдер не покупает и нет и не продает не перепродает акции он делает там одну-две сделки в год вот и сейчас очень многие компании создаются для чего для того чтобы выйти на и пио и я одно время как бы тусовался в кругу инвесторов они про что говорили они не про продукт говорили не про отношения с клиентами не о прибыли не о маркетинге ни о чем они говорили только об одном о раундах об инвестициях о том как поднять инвестиции и учились они чему они учились делать презентации перед инвестор это значит что это значит то что они главный продукт который они производят это акции вот и при любом на самом деле при любом при любой турбулентности на рынке все эти инвесторы горе инвесторы да они все пачками сын к вылетают очень смешно сейчас смотреть как они все сейчас пытаются создать инфобизнес или именно когда я видел допустим что человек там три года назад на раунд за раундом поднимал и хвастался там о какой он крутой да сейчас создает там сообществу для энергичных девушек как избежать выгорания смешно конечно вот поэтому акции и очень часто вы потребители да мы потребители мы часто понятия даже не имеем на каком именно товаре зарабатывает компания то есть нам рассказывают одну историю про компанию она на самом деле она зарабатывает на чем-то совершенно другом как вы думаете вот давайте только так не гугля ваша версия на чем основные деньги зарабатывает amazon amazon магазин amazon как вы думаете на чем главные деньги зарабатывать ваша версия лиги до хорошая версия кстати говоря продает читаешь старые книжки а продаешь дорого до дэн кеннеди очень хорошо говорил по поводу религии бизнес без продукта на самом деле есть там есть продукт так книги реклама книги продажи товара через интернет реклама реклама хорошая версия логистика акции своих услуг то есть побочные это был побочный бизнес который для того пропал звук да так ладно сейчас мы по-другому будем делать коллеги приветствую продолжаю трансляцию сейчас попробуем попробуем так с телефона все таки чуть не не получается не получается нормально отладить трансляцию с этого самого поэтому напишите сейчас в чате видно ли меня слышно ли меня сейчас я пока редактировать будем так тогда сейчас я секунду подожду пока все все подключится есть видно и слышно но будем будем в таком формате итак вот облачные сервисы хорошо дальше следующее как вам кажется на чем зарабатывает макдональдс компания макдональдс на чем зарабатывает да нужно с телефона и делать ну дальше буду тогда с телефона сейчас посмотрим у меня была мысль сегодня что с телефона сделать да вот ваня знает недвижимость совершенно верно да франшиза на имени недвижка вот про макдональдс знаете макдональдс это компания которая сдает в аренду площади то есть они да у них как бы есть франшиза они делают гамбургеры там и так далее так далее да но они главные деньги зарабатывают на том что они покупают недвижимость и потом эту недвижимость сдают людям которые открывают ресторан в amazon на чем amazon на не озон я говорил про amazon amazon зарабатывает на облачных сервисах так хорошо и дальше давайте прям последние последние скажу как вы думаете что является главным экспортным товаром россии россия на экспорт что самое главное продаю вы наверно новости видели слышали что россия продает на экспорт самое главное лес хорошая версия газ газ нефть зерно газ нефть да нам же рассказывают все время про что про то что страна бензоколонка да вот торгует нефтью и газом на самом деле все сырьевые товары да то есть все что выкапывается добывается срезается спиливается и так далее так далее обрабатывается и продается это все со около 40 процентов а все остальное промышленное производство а вот понятно что сейчас все не не особо прозрачно да и мы какие-то вещи просто и и не знаем и не видим да но вот соотношение примерно такое а репутация такая почему все время расскажу страна бензоколонка да дальше хорошо соединенные штаты америки опять же давайте не гугля какой главный товар сейчас у соединенных штатов америки экспорт как вы думаете доллар это хорошая версия на самом деле но это все таки не очень точно почему потому что доллар он все таки не является товаром это заимствование этот долг то есть этот долг который будет взыскан со временем следующими это будет непросто я думаю что там и повоевать придется по этому поводу но рано или поздно да вот все эти доллары они все вернутся в америку да потому что они как бы никому нафиг не нужны и чем дальше тем меньше они нужны вот и китай уже сейчас избавляется со страшной силой от них и так далее так далее но какое-то время да действительно был доллара вот в прошлом году вот версии нет пока правильно вы удивитесь оружие военная техника сфера эти лекарства кино это очень маленькие деньги на самом деле оружие тоже все копейки на самом деле оружие продается на самом деле не для заработка оружие продается для того чтобы привязать привязать страну потребителя обезопасить кукуруза он и нефть альберт хайрулин вот альберт знает нефть до главный экспортный товар соединенных штатов америки в прошлом году в 2013 году это нефть второе по величине экспортный продукт соединенных штатов америки это нефтепродукты вот ну и кто здесь страна бензоколонка понимаете да то есть рассказывает историю рассказывает одну да на самом деле в реальности совершенно другая история да стоит копнуть чуть 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 поглубже вот и мы все время мы все время живем живем в этом хороший вопрос а что же россия производит на в общем сложнее сказать что россия не производит все остальное она производит так что всю номенклатуру товаров абсолютно так вот к чему я все это рассказываю да то есть мне важно чтобы вы сейчас не я понимаю что есть как бы когда человек особенно живет долгое время живет в какой-то истории которые ему рассказывают и тут вдруг ему рассказывать какую-то совершенно другую историю и здесь может произойти такой когнитивный диссонанс мне важно чтобы вы понимали одну простую вещь что это и другое и третье да это история то есть это что я вам сейчас рассказал это тоже история да и можно эту историю рассказать совершенно по-другому и она будет вообще про другое и то как вы то есть я могу сказать вообще то что вообще никаких стран не существует никаких государств не существует существует только компании существует только бизнес и И между ними существует бизнес-отношение. Будет ли это правдой? Да, это будет правдой. А могу сказать, что никаких бизнесов не существует. Никаких политик не существует. Никаких государств не существует. Существует только истории. И мы все существуем в этих историях. И человек может физически, находясь в одном каком-то этом самом мире, а видеть что-то совершенно другое. Слышал из новостей, что Россия... Слушайте, ребят. Есть такой сайт, называется Google. Очень хороший. И вот туда забиваете и смотрите. Структура промышленного производства. Она не вся открыта. И изучаете внимательнейшим образом. Изучаете и смотрите. Что, какую именно. Там очень большая номенклатура товаров. Олег, вам хватит на сутки изучать. И земля плоская. То есть, для кого-то земля плоская. То есть, для пастуха, который живет где-то в деревне, для него земля плоская. В его картине мира этой информации достаточно. И нормально совершенно. То есть, ему информация о том, что земля круглая, как Шерлоку Холмсу. Ему не нужна была информация о том, что земля кружится вокруг Солнца. В его картине мира это была лишняя информация. Ну и нормально. И то, как вы живете, всегда, всегда зависит от того, какую историю вы рассказываете сами себе и окружающим. Даже если вам кажется, вот идет что-то там, какие-то страшные события происходят, ужасные. Пандемия, война и так далее. Что с этим делать? Ребят, вот все это время, там в Эфиопии, например, шла огромная, страшная, самая кровопролитная война, в это время шла в Эфиопии. Вы про это знали хоть что-то? Вас это хоть каким-то боком касалось? В Йемене вторая по кровопролитности война шла. То же самое. Вас это касалось каким-то образом? Вот. Поэтому мы живем в истории. И какую историю вы рассказываете себе и окружающим, вот от этого зависит то, как вы на самом деле живете. То есть, если вам воткнуть нож в ногу, вы будете чувствовать, то, что у вас в ноге воткнут нож. А если кому-то другому воткнуть нож в ногу, вы это чувствовать не будете. Вот здесь то же самое. История как тот самый нож. Воткнули, и вы его чувствуете. Понятно ли это по поводу истории? Еще раз. Я специально беру такие какие-то вещи, связанные с политикой, с религией и так далее, для того, чтобы вас эмоционально зацепить, чтобы вы поняли, что это действительно так, и это работает. Если вы научитесь это понимать, научитесь видеть, то есть, это развидеть невозможно. Да, то есть, я вот вчера посмотрел фильм Снайдера, новый. Бунтующая луна. Да, и когда ты понимаешь, как тебе рассказывают историю, ты понимаешь, про что эта история на самом деле. Не буду рассказывать про что, неважно, сами посмотрите, сами выводы сделаете. Вот. А если ты понимаешь, то ты становишься более эффективным. То есть, тебя уже истории не зацепят и не погонят куда-то. Вот. А лучшее место для того, чтобы научиться рассказывать истории, научиться понимать истории, это наша сценарная мастерская. Это вне всякого сомнения. То есть, это, скажем так, вот есть, как бы, вот есть трактор, да, и он шумит. Да, а есть скрипичный квартет, которому дали ноты, да, он разыграл, выучил какую-то мелодию, и он играет. Да, то есть, и трактор звук производит, и квартет звук производит, да, но разница есть определенная. Вот наша сценарная мастерская, она учит быть квартетом, а не трактором. А большая часть людей, которые занимаются старителлингом, которые пишут сценарии, это вот трактор, производящий звук. И они удивляются, а почему у меня такая музыка странная получается? Ну, потому что нужны инструменты, нужны ноты, нужно умение этим владеть. История – это манипуляция. Вне вся, любая коммуникация – это манипуляция. Вот вы человека встретили, сказали ему, здравствуйте, вы уже им сманипулировали каким-то образом. несколько уровней истории получается, когда есть автор и понимание, зачем ему это было надо. Разумеется, разумеется. Здесь, на самом деле, даже, я считаю, что даже гораздо важнее, да, сначала научиться себе рассказывать истории, потому что мы себе тоже все время рассказываем какую-то историю. Вот, если вы понимаете, как история рассказывает, как она работает, да, вы себе историю можете начинать сознательно рассказывать какую-то, любую, абсолютно любую, да, и она работает, то есть, ну, истории противостоять невозможно. Я проводил эксперименты на этот счет, да, я создавал тексты, у меня не было задачи чисто художественный текст создать, да, или так далее, да, то есть, я хотел получить максимальное удержание. Я создавал, у меня текст был один, где кликабельность была 98%, а дочитывание до конца, по-моему, 96%. Да, то есть, считайте, что каждый первый человек, который видел заголовок, кликал на него, и каждый первый человек дочитывал текст до конца. Текст был, на самом деле, там, вообще абсолютно идиотский, но это было именно там, вот, упражнение на удержание внимания. Невозможно противостоять истории. Вот, и, кстати говоря, наше обучение в мастерской, оно тоже во многом основано именно на старителлинге, на рассказывании истории. И поэтому, как бы, поэтому и усвоение материала очень, очень хорошее. А теперь, сегодня мы с вами поговорим, а, вот, Татьяна пишет, помню ваше выступление на веб-сарафане, когда вы, по идее, должны были рассказывать про старителлинг, вместо этого рассказали свою биографию. 30 минут все в тишине вас слушали. Да. Это я таким образом показывал путь героя. Тоже можно было бы выйти и показать этот самый. Да. Нет сейчас возможности. Есть возможность, есть всегда. Всегда есть возможность. У меня учились глухие, например, студенты. Учились. Да. Я для них специально писал отдельно расшифровку конспекта каждого урока. Да. То есть, возможность всегда есть. Кто хочет, тот дойдет. Ну, а если не дойдете, ну, мне все равно, честно говоря, будете вы в мастерской или нет. Ну, будет другой кто-то. Другой кто-то будет результат получать. То есть, мне все равно, кто получит результат. Тот, кто дойдет, тот и получит. Если вы не получите, для меня это не, как бы, мне от этого ни тепло, ни холодно. Теперь, сегодня мы с вами поговорим вот о чем. Я вам уже говорил об этом, о том, что каждый творческий проект, работа над каждым творческим проектом, существует для этого определенная методология. Да. Существует определенный пошаговый план, по которому мы работаем над творческим проектом. То есть, в мастерской, опять же, да, то есть, там, синопсис. Мы не садимся и не пишем синопсис, там, герой выходит на улицу, оглядывается, вечерела и так далее, и так далее. Да, то есть, у нас есть опять четкие, четкие вопросы, список вопросов, на которые автор отвечает, и ответив на эти вопросы, он получает синопсис. Да, и если он не ответит на эти вопросы, то, что он напишет, синопсисом являться не будет. А если он на них ответит, хоть криво, косо, хоть как-то, да, то это будет синопсисом, это будет лучше и будет более эффективно, чем все, там, десятки тысяч синопсисов, написанных без вот этой структуры вопросов. Вот. Поэтому вот с творческими проектами то же самое. Существует определенный план, и очень, ну, большая часть проблем, которая у людей возникает с творческими проектами, она возникает из-за того, что люди нарушают тот или иной порядок работы над творческим проектом. То есть, либо пропускают какие-то пункты, либо не делают их просто, да, делают их не так, как надо. Итак, вот давайте, творческий проект, любой творческий проект, написание сценария, написание книги, да, все что угодно, да, написание картины, с чего начинается творческий проект? Как вам кажется? Напишите в чате, с чего начинается работа над любым творческим проектом? И это, там, один из самых важных пунктов. С идеей. Так, с идеей. Так, правильного ответа пока нет. Мысли, идеи, сбор информации. План. Сообщение, которое я хочу передать. План, о чем история. Правильный ответ. Есть конкретный, правильный ответ, который, вот, все вижу, уже есть. Кирилл Попокуль, молодец. Правильный ответ есть. Наши рулят. Участники мастерской, все-таки, выпускники сразу, сразу, сразу считывают. Итак, творческий проект, работа над любым творческим проектом начинается с выбора проекта. То есть, вы должны принять решение о том, что вы, сознательное решение, о том, что вы выбираете тот или иной проект. И, соответственно, в выборе, что важно? Важно, что вы выбираете, и что вы делаете, и что вы не делаете, от чего вы отказываетесь. То есть, вы принимаете решение о том, что вот это я буду делать, а вот это я делать не буду. Или вообще, все остальное я делать не буду, а буду делать только вот это. И вот с этого выбора начинается работа над творческим проектом. То есть, идеи в этот момент может вообще еще не быть. Темы может не быть. Героя может не быть. Вообще ничего может не быть. Но вы принимаете решение. Так, я хочу написать детективный роман. Вот как я писал газетчик. У меня было желание написать детективный роман о жизни в провинции в 90-е годы. С сильной героиней девушкой. Вот вот такой был творческий проект. Ничего не было. Ни героя, ни сюжета, ни истории. Вообще ничего не было. И какое-то время этот проект, он где-то на периферии создания существовал. Потом в какой-то момент я принял сознательное решение, что я буду этим заниматься. Так, вопрос. Когда человек пропускает что-то из намеченного плана при реализации творческого проекта, это не профессионализм. Возникают проблемы из-за этого. То есть, все проблемы. Вот вы уперлись в какой-то потолок, в какую-то стену, в какую-то невидимую. Из-за чего уперлись? Из-за того, что пропустили какой-то пункт. Это всегда неизбежно будет. Вот сначала идет выбор проекта. Теперь дальше. Давайте проанализируйте ваши творческие проекты, в которых вы принимали участие. И представьте, что вы собираетесь делать что-то. Так, если не получается. Артем, я не понял вопрос. Что значит, если не получается? Ну, как бы, вот вы хотите чай выпить. Да, вот у меня чай в кружке. Я хочу его выпить. У меня может не получиться? Ну, теоретически может. Если вдруг, например, случится чудо и чай застынет в лед. Или меня инсульт разобьет, например, в момент, когда я делаю глоток. Да, может не получиться. Форс-мажоры, конечно, всегда могут быть. А в целом, не получиться не может. То есть, если вы знаете, как принимать. Если у вас существует методология принятия решений, да, у вас не может не получиться. Вот вы собираетесь пойти в туалет пописать. Да, у вас может не получиться пописать. Ну, как бы, если вы умеете это делать, да, то у вас не может не получиться. Да, Эльмира, как раз сейчас будем об этом говорить. О том, как принимать... Если не получается, попробуй снова олень. Так, Ильдар, давайте совет дельный, но давайте без оскорблений в чате. Да, мимо рта пронесете. Да, может такое быть, конечно. Ну, естественно, да, опять же, я понимаю, что как только я говорю что-то, уверенно, какую-то вещь, да, которая... которую вы не готовы воспринять. Естественно, сразу же хочется поспорить. Да, сразу же ее хочется оспорить. Ну, занятие почтенное. Так вот, по какому принципу вы выбираете творческий проект? Вот скажите, прямо сейчас напишите. Вот вы выбираете творческий проект. У меня есть свои критерии, я вам их чуть попозже назову, но я хочу вашу услышать сначала. Критерии. Вот что должно в проекте случиться для того, чтобы вы приняли решение, что вы этот проект будете делать? Если пять идей, то все идеи выполните ли одно? Артем, давайте я вот прям вот скажу по-простому. Да, вот пять девушек. Вы с пятью девушками одновременно можете любовью заняться? Сможете? Если сможете, то, наверное, и с идеями сможете. Так, смысловая ценность, мой интерес, можно расти, внутренние ощущения, должность... Все отлично, замечательно. Здесь критерии, они у каждого свои. Да, вот Артем сможет. Ну, вот если вы сможете с пятью девушками одновременно любовью заняться, значит, наверное, и с пятью идеями справитесь. Действуйте. Так, тот, который интересен мне. Нравится идея. Чем хочу поделиться с миром. Знаете, здесь, когда проводят опросы и когда проводят измерения по размеру члена, цифры, которые получаются при опросах и цифры, которые получаются при измерениях, отличаются в разы. И вот то же самое я вам по этому могу сказать, по этому поводу. Так, должно откликаться. Ну, вот мои личные критерии. Какие? Все отличные, хорошие критерии. Вот я советую вам их для себя прямо записать. Чему-то научиться. То есть, если есть какой-то проект, которому я могу чему-то научиться, я соглашаюсь с ними. Второе. Заработать денег. Например. Есть проекты, в которых это может стать значимым критерием. Прославиться. То есть, продвинуть мастерскую. Например. Если мне предлагают какой-то телевизионный проект. Я понимаю, что это может послужить рекламе мастерской. Вот я вел рубрику на телеканале «Пятница». Я получал за это 300 рублей за выпуск. Ну, типа там. Но при этом это рекламировало мастерскую. Приходили люди в мастерскую учиться. Потусить с интересными людьми. Для меня значимый фактор. Интересная тема или интересный сюжет. Да? Тоже может быть критерием. Теперь вопрос. Да? Вот может быть несколько критериев. Вполне может быть любой из этих критериев. Вот есть ли у вас какой-то единственный критерий, по которому если в этом проекте есть вот это, то все остальные факторы для вас перестают быть значимыми. И вы на него сразу же соглашаетесь. Ну, например, вот я приехал только из Вологды приехал в Москву. Мне нужно зарабатывать деньги. Просто вот как не в себя надо зарабатывать. И для меня значимым критерием был только один. Деньги. То есть, если есть деньги, то я соглашаюсь. Но здесь надо смотреть. Вот Эльмира пишет. Финансирование есть, то делает. Хорошо. Вот вам предлагают, кто у нас там? Антон или Артем? Артем. Значит, вам предлагают заняться сексом, значит, найти еще четырех девушек и заняться сексом с Артемом. И вам за это заплатят сто долларов. Вот на такой проект вы бы согласились? Проект, в котором есть финансирование. Вот Артем вам готов сто долларов заплатить. Каждой девушке сто долларов платит. Эльмира, не только давайте, ну, как бы мы с вами взрослые люди, да, примите это не как как бы оскорбление, да, а как коучинговое занятие, коучинговый вопрос. Да, вот я не пойду сексом заниматься за сто долларов. Да, то есть, финансирование для меня не является главным, значимым. Да, вот смотрите, Олеся пишет. Нет, такой проект неинтересен. Яна пишет. Ха-ха-ха, нет. Да, то есть, вот, ну, давайте сейчас не в жеребятину не двигаться, да, а, как бы, ну, хорошо, не сексом заняться. Пойти убить человека за тысячу долларов. Вот, финансирование, пожалуйста, вот вам дают финансирование. Или пойти банк ограбить, например. вот видите, Эльмира, финансирование плюс соответствует моим интересам и принципам. Вот у нас уже сразу же появилось, появилось ограничение какое-то, да, то есть, понимаете. Для меня сейчас критерием, таким единственным критерием является то, что я могу чему-то научиться. То есть, для меня финансирование, например, сейчас не столь важно. Я легко могу пойти на проект, на который мне либо не заплатят, либо заплатят какие-то незначащие для меня деньги. Например, как я год работал на проекте дисциплина. Мне там заплатили, но для меня это вообще не деньги. Так, главное получить новые навыки. То есть, поймите, что для вас, для каждого из вас главным критерием на разных этапах могут быть разные вещи. То есть, на каком-то этапе главным может быть продвижение. То есть, когда вы только входите в какую-то индустрию, например, я вот журналист, приехал в Москву. Сначала мне надо было просто выжить за работой. Первый год я на любую работу соглашался. Дальше все, зацепился, работа уже есть. Дальше надо заниматься продвижением. И я соглашался на любые проекты, которые могли помочь моему продвижению. Дальше продвижение определенное достигнуто. Дальше мне надо обживаться. Хочется тусить с интересными людьми. Вот я дальше старался знакомиться с людьми с какими-то. Сейчас я уже решил все проблемы. Прославился, заработал денег. Я окружен только теми людьми, с которыми я хочу общаться. Я сам выбираю темы, сам выбираю сюжеты, которые я опишу. Для меня сейчас главный критерий любого проекта это чему-то научиться. Это не значит, что для вас это тот же самый критерий. Для вас может быть какой-то другой. И он может меняться. Завтра может что-то измениться. И для меня может другой критерий. Я, например, пойду в какую-нибудь новую нишу. Я сойду с ума и решу стать тарологом или магом. Раз уж мы с вами вчера решили эту отрасль назвать достойной внимания. И мне снова надо будет в этой области заниматься продвижением. Потому что там меня никто не знает. Понимаете? Надо будет общаться с людьми, обрастать какими-то этими людьми и так далее. Но самое главное надо будет продвижение. там какое-то. Вот. Сейчас обучение. Так. Вот сейчас нетволкинг Ксения пишет. Собственное развитие в проекте. То есть вот поймите, да, то есть когда вы это понимаете, вы понимаете как выбирать проект. То есть вы смотрите на проект. Окей, я заработаю, заработаю, да, решите как Хаббард. Что-то мне в последнее время все советуют основать религию свою. Ребят, да, я основую религию, сценарную религию, жечь свечи перед портретами Шекспира и хвалы Пушкину возносить, жертвы Пушкину приносить. Обязательно сделаем такое. На самом деле писательство это и есть религия. Искусство это и есть моя религия. Помните как в записках покойника в театральном романе у Булгакова? Она только возносит молитвы Богу. Она только возносит молитвы кому? Богу? Нет, нет, что вы, какому Богу? Никакого Бога. Искусству вот мы искусству будем возносить. Возносить молитвы искусству. А как искусству молитвы возносить? Ну, писать тексты. Так, Дэн, вот я вижу, что вы просто какой-то человек залетел с улицы на тренинг. Давайте вы помолчите, да, а не будете задавать вопросы как бы не в тему. Я знаю, я знаю, как нагнать саспенсом. на этом тренинге не занимаемся вопросами ремесла писательского. Я не рассказываю здесь, как героя создать, как это самое, как систему персонажей. Это все в мастерской. Здесь я рассказываю только о самодисциплине. Иначе мы не это самое. Да, что уж надо ваш портрет. Да, икона Молчанова. Хорошо, идем дальше. Вот критерии определили. Дальше. По какому принципу вы отказываетесь от нового проекта? То есть вам предлагают какой-то проект. Вы смотрите на этот проект, видите в нем что-то и принимаете решение. Я в этом проекте не участвую. Вот по каким критериям вы отказываетесь от проекта? Так, давайте я вам свои критерии тоже назову. Нет, давайте ваши сначала посмотрю. Так, нет времени не интересно. Не соответствует моим жизненным принципам. Больше забирает, чем дает дальше в перспективе. Не моральный. Все отличные критерии. Я советую оглядываться, смотреть на другие. То, что другие видят, может быть вы поймете, ага, вот это тоже мне подходит. Создатели сами не понимают, что делают. Токсичные люди. Не соответствуют ценностям. Не соответствуют цены и качества. Неприятные люди в проекте. Не знаю, как развить, если он для меня аморален. Не интересует. Морально эстетически. Не нравится идея. Так, Тамара, давайте аккуратнее все-таки, ребят, давайте, чтобы мы с вами в политику не ударялись. Я понимаю, что моя ошибка задал тональность, но мне хотелось чтобы вы понимали, что это просто цвет, это просто краска. Мы живем в одной истории. В Англии люди живут в другой истории, в Америке люди живут в третьей истории. И именно история создает реальность. Они думают совершенно по-другому, представляют. То, что вы представляете, они представляют совершенно по-другому. Это не значит, что они плохие или тупые. Просто они живут в другом информационном поле. Какие у меня критерии? Например, мало или нет денег. Это может быть критерием. Если мне предложат сериал для первого канала и скажут денег 200 рублей, 200 тысяч за серию, я даже не посмотрю в эту сторону. Например, не дает известности. Например, гострайтер. Были у предложения. Давайте вы напишите книгу, а фамилия на обложке будет другая. А мы вам заплатим. На начальном этапе бывали такие проекты. Не интересно. Хотя я знаю очень известных людей, очень почтенных, которые за какие-то не очень большие деньги гострайтингом занимались. Дальше. Мудаки. Мы не работаем с мудаками. То есть какие-то люди что такой значимый тоже как бы этот самый он тоже кто такие мудаки это для каждого свои критерии. По каким критериям человек считает другого мудаком. Для меня это трио. Обманывает, опаздывает, оскорбляет. То есть у меня были люди, которые обманывали меня продюсеры. И я сразу же разрывал отношения. У меня был случай, когда продюсер опоздал на встречу. На первую же встречу опоздал продюсер с канала НТВ. Я 15 минут подождал, встал и ушел. Все. И больше не возвращался. И очень хороший проект. Потом другие люди работали, мучились с этим проектом. Продюсером он опаздывал постоянно. но я сразу сказал, что я не буду работать с продюсером, который может позволить себе опоздать на встречу. При этом у меня был продюсер, девушка, с которой мы много лет работали. Она опаздывала всегда. Особенность характера неорганизованная. Она всегда опаздывала. Но ко мне она никогда не опаздывала больше, чем на 14 минут. Я приходил в компанию, ходил в бухгалтерию зайти с девчонками потрепаться, кофе себе сделать. Я уже знал, что Юли нет. Пообщаться со всеми. Потом сажусь с кофеечком и смотрю на часы. Допустим, в 3 часа мы должны встретиться. Я сижу, смотрю, народ уже ржет. 3 часа 14 минут. Влетает в мыле абсолютно. Распахивается дверь. Влетает Юля. Молчанов, я успела. 15 минут нет. Вот. И для меня это было жестом величайшего уважения. То есть, я понимал, что человек себя собирал, максимально собирал в кучу, и я понимаю, чего ей это стоило. Приходить, опоздав всего на 14 минут. Вот. Поэтому, конечно же, я не мог ее считать мудаком. Вот. Если человек позволяет себе личные выпады какие-то. То есть, мы сидим, работаем, и человек, допустим, начинает вдруг оскорблять. Ну, как бы, тут тоже сразу же. все это самое. Да. Если есть какие-то убеждения, которые я не принимаю, религиозные убеждения, политические убеждения, то же самое. Мне много раз предлагали проекты, с которыми я не был согласен по каким-то политическим параметрам. Я отказывался сразу. Если нужно куда-то ехать или ходить. То есть, например, у меня был проект, мне предлагали, когда в начале моей журналистской карьеры мне предложили, допустим, хорошую работу, начальственная должность, но ты в Москве будешь проводить два месяца, а остальное время ездить по регионам и с филиалами работать с газетами в регионах. Или, например, пиар-компанию меня приглашает, очень большая зарплата по тем временам, крутая компания, но проекты такие, например, ты едешь в Якутию на полгода. Я говорю, ребят, все хорошо, я понимаю, это очень хорошее предложение, но я приехал в Москву, я хочу жить в Москве, я буду жить в Москве. От такого проекта я отказался. Или надо ходить на работу каждый день. Тоже я получил предложение, значит, очень крутое, не так давно, пару лет назад, от очень крутого человека, которого вы все на самом деле знаете. надо ходить на работу каждый день. То есть, ну, отдельный кабинет, все как бы хорошо, начальственная должность, очень высокая, все, куча денег, гораздо больше, чем я в мастерской зарабатываю. Ну, я потом там лично ходил извиняться, отказываться, я просто говорю, я представил, что я вот прихожу утром на работу, снимаю пиджак, вешаю его на стул, сажусь за стол, и мысль, а не удавиться ли мне. Нет, отказался. Какие-то ограничения во времени. То есть, например, если мне говорят, что надо за месяц написать 8 серий сериала, да, я откажусь. Потому что, ну, это можно сделать, но как бы зачем? Это подвиги такие делать. Один раз в жизни можно такое сделать. И у меня такое уже было. так, так, у нее других двух не было, только опозданий. Ну, конечно, да, естественно. Если бы она при этом, например, обманывала или оскорбляла, естественно, я с ней бы не работал. Так у нее и опозданий не было. Она приходила всегда, да, то есть, ну, допустимо, 15 минут допустимо по этикету, она никогда больше 15 минут не опаздывала. Никогда. Сейчас она эмигрировала, к сожалению. Если бы она вернулась, то я бы с удовольствием с ней работал бы снова. Хорошо, идем дальше. Итак, вот первый. Выбор проекта. Понятно ли это? То есть, вы определяете себе критерий, да, по каким критериям вы соглашаетесь на проект, по каким критериям вы от проекта отказываетесь. И, например, если на проекте мудаки, да, это как бы максимальный критерий, да, если все хорошо, но на проекте мудаки, я от проекта отказываюсь. Да, то есть, как бы максимально значимый критерий, по которому сразу до свидания. Теперь дальше. Следующий этап. Следующий этап – это сбор информации. Вот вы вошли в проект, да, знаете вы тематику, не знаете вы тематику. Я советую, на самом деле, я советую выбирать проекты, в которых вы тематику, ну, которая тематика, которая вам интересна, но которую вы не знаете. И это на самом деле важно. У меня в свое время был такой проект, ну, не важно, как давно уже, он его в итоге не сделали, значит, компания, крупная компания, значит, собирает, сценаристов, прямо вот со всего рынка собирала. Вот. Толпа народу, 30 человек собирается, значит, мы сидим, обсуждаем, знакомимся, значит, вот проект про космос. Очень хорошие авторы. Все авторы топовые. Вы их всех знаете, всех этих сценаристов. А я тогда еще совсем молодой парень был, там в уголке сижу, значит, и слушаю, и смотрю, и наблюдаю. И, значит, все представляются, знакомятся, и, значит, там один парень закончил институт, там, не знаю, институт космонавтики по специальности космонавтика. Работал в космосе космонавтом. Ну, что ты? То есть, человек, который там, вот там 20 лет этой темой занимался. И я такой про себя думаю, о, вот этого чувака точно возьмут. Что все, как бы, а там многоэтапный такой отсев, меня на следующем этапе отсеяли. А вот, в силу, в силу неопытности. Но, значит, следующий этап, собираемся. За столом уже человек восемь. И того чувака нет. Понимаете, да? То есть, критерий то, что человек очень хорошо знает тему, он стал для главного автора отрицательным показателем. То есть, его отсеяли именно по этому показателю, что слишком много знает на тему. Вот. И я, и это очень мудро на самом деле. Это очень мудро и правильно. Да? Потому что он бы на этом проекте всем мешал. Он бы говорил, а тут стабилизатор такой модели, он не может так себя вести, поэтому он бы тормозил весь стритеринг. Понимаете, да? То есть, следующий этап, да, мы начинаем собирать информацию. Лучше, если вы со свежей головой приходите на новую тему. Люди, которые хорошо знают какую-то тему, проблема в том, что они не могут оценить потенциал этой темы. То есть, вот в журналистике так было. Приходишь, общаешься с человеком с каким-то. И там, у меня, например, было, я общался с хирургом. Старый дядька, 80 лет. Вот. И он рассказывает какие-то скучные вещи, абсолютно неинтересные. Вот. И я такой, а для него это значимо. Да? Мы обработали столько-то пациентов за квартал, у нас столько такой комест. Вот какая-то херня абсолютно. Я даже зацепиться за что? Я не понимаю. Мы два часа разговариваем, зацепиться не за что. И я ему в конце говорю, уже такой в полном отчаянии. Говорю, слушайте, а что у вас? Вам же 80 лет. Как у вас руки не дрожат? И он мне говорит, дай палец сюда. Вот. И я ему даю палец. И он делает вот так. Да? Я 20-летний лоб, который кулаком стену пробивает. Да? И он, дед 80-летний, он мне делает вот так. Да? То есть, у него палец сильнее моего намного. Вот. Я с этого начал свой этот самый, свой репортаж. Да? То есть, он оказался ключом. Да? То есть, а ему это, он, ему это в голову, он живет в этом, он этого не замечает. И люди очень часто, которые живут в теме, они не замечают того, что, что там интересного. И у вас, когда вы изучаете материал, вам надо что? Вам, у вас нет задачи изучить вообще все. У вас задача, а, вот Даша, хороший вопрос. Если была внутри темы, но не очень хорошо ее узнала. Я бы так сказал. Можно писать тогда, когда вы отдалились от этой темы. То есть, вы были, допустим, вот я работал журналистом в Володе в 90-е годы. Я еще в 99-м году пытался написать роман про газетчиков. Он назывался «Игра в человечки». Он не получился. И почему? Потому что я сидел в газете, сидел в редакции на верстке и сидел, у меня, вокруг меня газета бушевала и я сидел писал про газетчиков роман. Я не мог оценить, что в этом интересного, что в этом кайфового. А потом, когда прошло 20 лет, возникла дистанция и оказалось, что я могу про это писать. То есть, нужна дистанция. Так же, как Гоголь лучшие свои вещи про Россию, он написал в Риме. Вот. Поэтому нет задачи изучить все. Важно понять принципы основные и знать, грубо говоря, на одну интересную вещь больше, чем знают читатели. только это должна быть действительно интересная вещь. Это не должно быть, условно говоря, как смотрю я в сериале «Миллиарды». Человек собирается послом в Данию. И он говорит, знаешь, в Дании есть такое понятие «хюгге». И его собеседник такой, что это такое? А «хюгге» на минуточку. Это там, накануне это было слово года. То есть все знают, что такое «хюгге». И мы как бы автор пытается то, что и так люди знают, он пытается продать, как то, что люди не знают. И это неинтересно. Внимание теряется. А вам нужно узнать что-то, найти что-то, что зрители действительно не знают. Вот за этим мы охотимся. И дальше, как мы изучаем информацию, с чего мы начинаем? С интернета, википедии, смотрим, какая есть литература на сей счет, общаемся с людьми. Если есть возможность, едем на место происшествия, как например, когда я как бы вы сначала не знаете даже, какая информация будет вам полезной. Вы начинаете эту информацию через себя прокачивать. и вы постепенно выходите на какой-то, настраиваетесь на какой-то с этой темой, да, какая-то сонастройка, и вам начинает информация попадаться, как бы, она начинает на вас идти, на ловца и зверь бежит. Как, когда я писал в Лейпциге для Millennium Front Theater, я писал пьесу про Volkelschlagten, Битву народов. Это такое, все знают Бородино, но у нас в России мало кто знает о том, что в 2013 году под Лейпцигом была еще гораздо более страшная битва. Там вообще все народы собрались и друг друга поубивали массово. Вот. И наши в этом принимали деятельное участие. Наших русских там погибло 20 тысяч человек на минуточку. Ну, в то время наших там вообще не считали. Вот. И информации про это на русском языке практически нет. Никакой. Вот. И я ездил туда. Мы ездили в Лейпциг. Там огромный этот монумент на том месте, где была битва. Есть, кстати, фото, где этот монумент сверху закрыт огромной свастикой. Вот. Мы лазили наверх на монумент. То есть, мы все смотрели поля эти, где все это происходило. Но при этом самой как бы фактуры ее было найти невозможно. Я, значит, в Букинисте в магазине Москва, в книжном магазине Москва, значит, хожу, смотрю какие-то книги и в этот момент сверху на меня, я не вру вам, сверху падает книга с полки. Я беру, смотрю, значит, на заголовок и книга называется «Новобранец 1813 года». И я такой, ну-ка, интересно, какая синхрония забавная. Открываю и это, оказывается, роман, написанный двумя участниками соавторами, двумя участниками битвы народов. И издан в России, в Советском Союзе, издан в 1938 году. То есть, ровно то, что мне надо. Вся история просто по дням. Три дня длилась эта битва. В первый день было вот это, во второй день было вот это, в третий день было вот это. И я в итоге, по итогам, написал пьесу «Камень», которая была поставлена в Ляйпциге и в Бонне. Вот бывают такие случаи. То есть, ты начинаешь настраиваться, и ты начинаешь эту информацию к себе притягивай. И дальше, в какой момент мы останавливаемся? То есть, очень часто бывает так, что люди собирают, собирают информацию, и дальше это начинает превращаться в прокрастинацию. То есть, собирать информацию легко и приятно. Да, а давай-ка я еще одну книжечку прочитаю, давайте-ка я еще что-нибудь, еще документальный фильм посмотрю. Вот. И в какой момент мы останавливаемся? Вот это самое главное в этом пункте. Мы останавливаемся в тот момент, когда информация начинает повторяться. То есть, пока мы не усвоили информацию, даже если она повторяется, мы ее воспринимаем как новую. Вот. Но когда мы насыщаемся этой информацией, пропитываемся ею, в какой-то момент происходит присыщение, и ты такой вот помните, как я говорил вчера про Италию, да, еще одна площадь, еще одна, это самое, еще одна, еще один слон, еще один монумент, еще один храм. Вот ты, все, уже одно и то же, одно и то же, все, значит, уже окончено. Если интересно, есть фильм, он называется «Время путешествия». Документальный фильм, снятый сценаристом Тонино Гуэрой, про то, как они с Тарковским собирали информацию для ностальгии. Вот. И там как раз показано, вот он, ему Гуэра его возит, Тарковского, показывает ему города, Позитана, там, не Позитана, здесь такая Мадонна, здесь такая Мадонна, здесь такая церковь, здесь такая набережная. Вот. И читает ему стихи итальянских поэтов. Вот. И в какой-то момент, а Тарковский, он же такой, этот самый, такой, мизантроп. Вот. И он все это пропитывается, пропитывается этим всем. И он такой в какой-то момент говорит, это есть в фильме, надоели ваши красоты, сил нет. И эта фраза, она стала ключом для всего фильма. То есть, он, Гуэра, она есть в сценарии, герой Янковского это говорит. Вот. И после этого, пропитавшись вот этой красотой итальянской, они приезжают в какой-то очередной город, и они видят в центре города пустой бассейн, из которого достают велосипеды. Вот. Чистят бассейн. И он такой, все, мы снимаем здесь. И там, в этом городе, и было снято ностальгия. То есть, если там не смотрели, то обязательно посмотрите. Вот лучший, лучший учебник по сбору информации это фильм «Время путешествия» Танина Гуэра. Дальше. Вот собрали информацию. Очень часто проблемы возникают из-за того, что люди пропускают этот этап. То есть, например, у меня было, я там пишу сериал про адвокатов. Я такой, да че адвокатов, сейчас мне все понятно, что делать, сажусь, ничего не могу написать. Я такой, стоп, я же ничего не знаю про адвокатов. Ну, как бы я знаю, я общался с адвокатами в журналистские годы, но в целом сейчас все по-другому. Я сажусь, начинаю изучать историю адвокатуры, да, 19-й наш век, 20-й век, советская адвокатура, современное состояние адвокатуры, общаюсь, форумы лезу, общаюсь, звоню людям, знакомым адвокатам, начинаю собирать информацию, начинаю пропитываться этой адвокатской информацией. Вот. И потом через какое-то время, когда ты пропитываешься, да, в итоге написал очень хороший, сериал. Он назывался Петрович, Петренко, Игорь Петренко, не Игорь, ну, старший Петренко. Игорь это младший, старшего Петренко, Алексей Петренко играл. Актер Германа, замечательно играл этого Петровича. Кстати, последняя роль Марины Голуба была в этом фильме. И вот дальше собрали информацию. После этого я советую переключиться на другую деятельность. То есть, не садиться сразу же писать, а собрали информацию и пошли позанимались чем-то другим. Если это в пределах дня, например, хотя бы пошли с собакой погуляли, переключились. Но в идеале это чтобы вы вообще прям вот не сели, собрали информацию в голову, сели на эту информацию и сидите ждете, когда же у меня появится идея. А пойдите и займитесь чем-нибудь другим. Другую какую-нибудь книжку почитайте на другую тему. И в это время можно заниматься другим проектом. И это не отвлечение, а это переключение. И у вас вот эта собранная информация, она у вас начинает в голове вариться. Варится, варится, варится. И в какой-то момент у вас наступает инсайт. Это, кстати, очень похоже по смыслу на механизм прокрастинации. То есть, ну, что такое прокрастинация? Вот вам нужно писать сценарий B, например. И вот вы пишете сценарий B, а вам хочется писать сценарий A. И мы с мозгом хитрим. То есть, нам нужно работать над проектом A, мы собрали информацию, и потом садимся и начинаем делать проект B. И нам проект A, он нам кричит, он нам сигнализирует такой, Эй, сценарист, вот тебе идея, вот тебе инсайт И неизбежно происходит инсайт Что такое инсайт? Обычно это описывают как идея Возникает какая-то идея А что, если все это происходит в космосе? На самом деле, здесь главное не идея, не формулировка идеи, не сюжетный ход А то, как у вас происходит вспышка энергии Всплеск Вот этой энергией может наполниться вполне тривиальный сюжетный ход То есть, главное, не сюжет, не ход, да, то есть, это все ерунда А главное, вот эта энергия, которую вы ловите И может быть инсайт, я вам говорил, да, парень встречает девушку Для 99 сценаристов это вообще ни о чем А сотый скажет, парень встречает девушку Нихера себе, какой крутой сюжет Про это никто никогда раньше не писал Вот, и напишет гениальный сценарий Про то, как парень встречает девушку И Если вы правильно Будете собирать информацию Правильно переключитесь У вас инсайт произойдет неизбежно То есть, вы просто Вам просто никуда не деться Дальше вы садитесь и пишете план Вашей истории От начала до конца Да, там разная степень В разных текстах разная степень подробностей Где-то В романе мы пишем аутлайн В полном метре мы пишем синопсис В сериале мы пишем поэпизодный план Там уже это уже детали Дальше идет написание текста Значит, во время написания текста Я вам про это уже говорил Я рекомендую не заниматься редактурой То есть, мы пишем Заканчиваем драфт И редактируем только после того Как мы закончили драфт Закончили драфт Я советую здесь отдохнуть Тоже переключиться немножко И после этого только мы занимаемся редактурой Гоголь советовал вообще на месяц отложить Ну, месяц не всегда есть в реальности Да, но хотя бы на день, на два отложить Потом мы занимаемся редактурой После редактуры мы делаем что? После редактуры мы занимаемся продвижением текста То есть, мы его относим, рассылаем по компаниям Если роман, то публикуем Ведем переговоры и так далее То есть, мы не занимаемся продвижением Одновременно с написанием редактуры и так далее Мы сначала все делаем Потом занимаемся продвижением В целом, когда вы уже освоили это все дело И методологию всю Я считаю, что уже можно Какие-то действия по продвижению Можно и раньше делать Особенно если это роман В сценарии там другая немножко история Вот Но только если это не требует от вас Какого-то там серьезного вовлечения То есть, условно говоря, главу выложить Пост написать о том, что вы пишете роман Или не пишется Или еще что-то Это можно сделать Но в целом, закончили редактуру Потом начинаете заниматься продвижением Что после этого? Как вы думаете? Вот творческий проект Вы выбрали проект Собрали информацию Дали ему вызреть Переключившись на другую деятельность У вас произошел инсайт Вы написали текст Написали план текста Написали текст Отредактировали его Продвинули его Отправили Что после этого? Какой следующий этап? Как вы думаете? Вопрос Что после этого? Начинать следующий круг Начинаем новый проект Отпраздновать и поблагодарить себя Пока самая близкая версия Пишем другое Кирилл Кирилл Второй раз точно в точку Отдых Потом мы отдыхаем После того, как вы поработали Обязательно нужно отдохнуть То есть, если вы не отдыхаете То Нам надо восстановить баланс Да Да, действительно Могут быть ситуации В которых вы Не отдыхаете И вплоть до того Что есть миф Такой про Маринину Что Она когда заканчивает За полчаса Там каждый день Пишет определенное время Если за полчаса До конца Она Закончила Один роман Она берет И начинает следующий Ну, это миф Я у нее про это спрашивал Я брал у нее интервью И она сказала Что Ну, это типа такая Там типа Там была какая-то история Когда она закончила текст Закончила редактуру И там что-то там По другому тексту Там ничего То есть, на самом деле Немножко не так Все это происходило Вот В целом Если вы Пишите Например Да У вас конвейер Такой писательский И вы занимаетесь Только писательством И больше ничем другим И ваш организм отлажен Да То есть, у вас такая Машина писательская Да То может быть И без отдыха Может быть Но я считаю Что даже в этом случае Все равно Надо себе давать Отсечку какую-то То есть, отсутствие отдыха Оно про что говорит Она говорит про то Что вы себе Как бы говорите Что Мое писательство Не закончится никогда Да Что я не бежу Не бегу Как бы этот самый Господи Сейчас Тут кто-то Себе Бан выпрашивает Сейчас Подождите Забаню То есть Вы говорите Что это не марафон По которому я бегу И потом Упаду И отдохну Да А что это Бесконечное Бесконечное движение Что я буду писать Тексты Вне зависимости От Того Там Как Это Самый Так А почему Он Снова Появился А Сейчас Удалить Удалил А забанить Забыл Все Забанил Ок И Соответственно Да Сколько отдыхаем Здесь надо Смотреть Надо смотреть По ощущениям Вот То есть В зависимости От размера Проекта В зависимости От Может быть Даже небольшой Проект А выжат Настолько Что там В себя Не придешь Вот Хорошо Так Сообщество В черном списке Какой-то упорный Упоротый Этот самый Вова Адидас Давайте Мы Пожалуемся На вас Так Ок Ладно Вконтакт В этом смысле Конечно Немножко Список Давайте Так Ок Да То есть Да То есть Мы Отдыхаем В том Случае Если Есть Другая Работа Да Я Советую Нет Переключаться На эту Работу Нет Это Не Не Работает Потому Что Опять Мы Баланс Да Наша Главная Работа Это Писать Да И Соответственно Мы Баланс Выстраиваем Именно Вокруг Писательства Вот Ок Хорошо Теперь Давайте Дальше Движемся Сейчас У нас Да Понятно Ли Эта Тема Со Стадиями Творческого Проекта Понятно Ли Эта Тема Если Понятно Напишите Что Понятно Если Есть Вопросы То Задайте Вопросы Так Есть Есть Хорошо Идем Дальше Теперь Мы Уходим На Минуту Переход К Хардкору И Я Вас Попрошу В течение Этой Минуты Подумать Об Одной Вещи Может быть Вы уже Делали Это Упражнение Может быть Вы уже Думали Об Этой Но Попробуйте Еще Раз Но Чаще Всего Это Будет Единственная Минута В вашей Жизни Когда Вы На Эту Тему Вообще Думали Подумайте О том Что Вы Хотите Убрать Из Своей Жизни Эмоции Действия Люди Занятия Стратегии Подумайте Что Вы Хотите Убрать Из Своей Жизни В течение Минуты Минута Пошла Минута Пошла Здесь Не могу Себя Выключите Картинку С Телефона Просто Подумайте Не торопитесь Сейчас Писать Подумайте Лучше Лучше Есть Минута Прошла Пишите В чате Так Пасьян Паук Некоторых Людей Дневные Реакции Долги Страх Первого Мужа Головная Боль Вспыльчивость Неуверенность Раздражение Неуверенность Негативных Людей Внутри Сапатаж Личный Окей Хорошо Важно Чтобы Для себя Понимали Это Бедность Состояние Недомогания Опоздания Пьянство Близких Людей Перестраховки Самоедство Отсутствие Результатов Творчества Внутреннего Критика Одиночество Национальное Выгорание Сейчас Выходи Тасов Берут Такая Веселая Игра Ну вот Это Недостаток Этого Самого Недостаток Трансляции С телефона Что там Сообщество Не это самое Только вот так Вручную Можно Убрать Есть Вот смотрите Теперь Очень важно Вот что Для того Чтобы в вашей жизни Что-то появилось Нужно из нее Что-то убрать То есть Если вы хотите Чтобы что-то В вашей жизни Появилось новое Вам нужно Из вашей жизни Убрать Что-то старое Не обязательно Это что-то старое Плохое Оно может быть И хорошим Или казаться хорошим И вот Если вы Что-то Уберете Из своей жизни То что в ней есть У вас освободится Место Для того Чтобы туда Пришло На это место Пришло Что-то Хорошее И вот Домашние задания Для хардкора Составить Можете Для себя Составьте Список Того Что вы Хотите Убрать Из своей жизни И что вы Хотите Добавить В свою жизнь Эмоции Люди Занятия Стратегии Действия Какие-то Вот вам На сутки Подумать Значит Это самое Так Один Один комментарий Оставлю Чтобы после трансляции С ним разобраться Ок Все Понятно ли Да Активность Вовы Адидаса Намекает На второй сезон Понятно ли Домашнее задание Напишите В чате Понятно ли Домашнее задание Все Есть Домашка Понятно Так Не могу Убрать Пока езду На работу Ну как бы Это оценка Ну это Факт Это или оценка Но это оценка Что вы не можете Ее убрать Для Лайт Что? Для Лайт То же самое Что обычно Пишем Значит этот самый Пишем нашу норму И Пишем отчет Дополнительного Задания Для Лайта Не будет Завтра Следующее задание Будет Следующее занятие Будет Самое сложное За Всю Историю Этого самого За всю За всю историю Нашего тренинга Так что Готовьтесь Все друзья Большое спасибо вам За внимание И Увидимся Увидимся Завтра Да Друзья Напоминаю Еще раз напоминаю Что полным ходом Идет набор На онлайн курс Сценарий Полнометражного фильма И Кто планирует Вы Не откладывайте Не ждите И Проходите По ссылке Ссылка перед глазами У вас Проходите И Оплачивайте Все Пока Пока Да Человек Необычайной Щедрости Маркетологов На вас нет Но Маркетологи Сначала Пусть Попробуют Зарабатывать Столько Сколько Я зарабатываю А потом Уже Потом Уже Посмотрим Есть Пока